На канале Артвия международные новости. Меня зовут Сергей Кения. Здравствуйте. Москва открестилась от поставок оружия талибам. Глава МИД России Сергей Лавров попроверг слова американского генерала Джона Николсона, прозвучавшие накануне. Командующий контингентом США в Афганистане заявил, что Москва снабжает вооружением боевиков радикального движения «Талибан». И это не первое подобное заявление. Так, к примеру, в конце марта верховный командующий вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скопоротти обвинил Россию в наращивании сотрудничества с афганскими исламистами. Тогда в ведомстве Лаврова эти слова назвали абсолютно лживыми измышлениями. В МИДе сочли, что таким образом США хотят оправдать провал своих военных и политиков в афганской кампании. Теперь сам министр иностранных дел предположил, что звучащие в адрес Москвы обвинения лишь попытка перенести внимание, причем с сирийского кризиса, на афганский. Что касается заявлений о якобы поставляемых нами вооружениях талибам, которые звучат от военных в Вашингтоне и от военных, которые руководят группировкой США в регионе, включая Афганистан, не профессиональные заявления, не основанные ни на чем. Вы знаете, чтобы сейчас про Россию не говорили негативного, вы ведь просто посмотрите, ни единого факта, подтверждающего эти негативные заявления, никто не предъявляет. И я убежден, что те, кто в Соединенных Штатах получает деньги за то, чтобы доставлять руководству достоверную разведывательную информацию, прекрасно знают, что это лживые утверждения. О плюсах сирийской войны, вернее российского в ней участия, сегодня говорил глава Кремля Владимир Путин. По мнению президента, эффективное функционирование отечественного оружия во время антитеррористической операции в Арабской Республике вызвало рост объема экспортных контрактов. Уступая на заседании военно-промышленной комиссии, Путин подчеркнул, нельзя упускать эту возможность для того, чтобы укрепить позиции на мировом рынке вооружения. Владимир Владимирович предупредил, если сегодня Москва будет отказываться от зарубежных заказов, то в будущем может упустить перспективных партнеров. Северная Корея провела сегодня крупнейшие за последнее время артиллерийские учения по случаю празднования 85-й годовщины основания своих вооруженных сил. По данным южнокорейской разведки, в маневрах задействованы до 400 орудий дальнего радиуса действия. Предполагается, что за учениями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын. Ждалось, что Пхеньян может отметить очередную годовщину основания своей армии шестым ядерным испытанием или запуском баллистической ракеты. Нечто подобное произошло во время празднования 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. 16 апреля Северная Корея тестировала ракету, однако эта попытка завершилась неудачей. Позже Пхеньян показал постановочный ролик с имитацией ракетного удара по США. В этот раз, по мнению наблюдателей, в КНДР, видимо, отказались от планов провести в ближайшее время новое ядерное испытание или очередной запуск баллистической ракеты, чтобы не провоцировать США. ООН, безусловно, сыграет решающую роль в урегулировании этих вопросов. Был ряд резолюций Совета безопасности ООН. И я считаю, что все страны-члены, которые поставили свои подписи под этими документами, должны выполнить все пункты этих резолюций в полном объеме. Мы также считаем, что очень важную роль в этом вопросе играет Китай, особенно после встречи на высшем уровне между президентом Трампом и председателем Си Цзиньпином. Сам Китай успел развернуть на границе с КНДР 100-тысячную военную группировку. Усиленные меры предосторожности, по данным региональных СМИ, были введены с середины апреля на фоне последних заявлений Вашингтона о том, что в Белом доме не исключают ни один из вариантов развития событий в отношении Северной Кореи, которая усиленно продвигает свою ракетно-ядерную программу. В частности, в прошлом году Пхеньян провел два ядерных испытания и совершил более 20 пусков баллистических ракет различных типов. Сейчас, по данным спутниковой разведки, все готово к шестому тесту ядерного устройства на полигоне на северо-востоке КНДР. «Мы надеемся, что все стороны смогут сотрудничать с Китаем в целях содействия скорейшему мирному регулированию этого вопроса. Сыграют свою роль, приложат усилия и возьмут на себя ответственность». К корейскому полуострову в настоящее время движется ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Карл Винсен. Параллельно она проводит учения с японскими ракетными эсминцами. Предполагается, что группа пройдет через Корейский пролив и переместится в Японское море. В его акватории состоится новое учение этого соединения и ВМС Токио. Планируется и учение с военно-морскими силами Южной Кореи. Проведение крупных маневров в регионе с участием авианосной группы США практически не имеет прецедентов. До сих пор Токио и Вашингтон избегали таких действий, чтобы не нагнетать напряженность в отношениях со странами региона. Пока Дональд Трамп пытается разрешить корейский кризис, его старшая дочь Иванка пытается спасти имидж отца в глазах самых влиятельных женщин планеты. Чтобы встретиться с ними, американская бизнесвумен и фотомодель, она же самая популярная сотрудница Белого дома, по данным соцопросов, прибыла в Берлин на женский саммит G20. Среди участниц в дискуссии канцлер Германии Ангела Меркель, глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, министр иностранных дел Канады Христия Фриланд и королева Нидерландов Максима. Для Иванки Трамп встреча в Берлине, кроме прочего, возможность разубедить мировое сообщество в том, что 45-й президент США сексист, в чем его неоднократно обвиняли. В ходе форума дочь и бесплатный советник президента заверила, ее отец знает, что женщины могут работать так же хорошо, как и мужчины. Кстати, Ангела Меркель лично пригласила на саммит женской 20-ки Иванку Трамп, которая, как считается, имеет большое влияние на отца. С последним у канцлеров РГ отношения пока не очень сложились. Следите за развитием событий на РТВ и моих коллег, а я прощаюсь с вами до завтра и, как всегда, желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова